ребята всем привет вот вам моя рука я вам показываю ладошкой потому что мне неудобно показывать вот так у меня нет маникюров у меня уже подгулявшие руки возраст физический труд мало ухода ну вот моя рука я хочу видеть вашу руку руку помощи руку друзей сегодняшнее мое видео ну я вам покажу конечно цветущие орхидейки но это знаете как повод просто поговорить и задать вам свой риторический вопрос обычно когда мы с вами встречаемся какой вопрос звучит как твои дела а вы отвечаете да неплохо или как всегда но если человек вам протягивает руку вы подаете руку свою и когда руки держатся в замке вы обычно ну вываливаете все что у вас наболело потому что человек смотрит вам глаза и человек вас слышит понимаете вот точно так же и я когда у меня просто на ходу кто-то спрашивает как твои дела привет рад тебя видеть я обычно отвечаю дежурной фразой да нормально и мы разбегаемся когда человек останавливается и спрашивает маруся как твои дела ну просто меня зовут марина но у меня очень много друзей разных национальностей и кто как хочет тут так меня называют кто-то машенькой зовет кто-то марусей кто-то марисей кто-то марисабель научим кому как нравится марго говорит ну кому как нравится тот таки называет честное слово откликаюсь на любую кличку лишь бы знаете как говорится не били по голове друзьям своими я прощаю все так вот вот это вот моя котлейка и вами раньше ее показывала красивая котлейка спасибо леночки шиловой теперь я знаю что для цветения котлеи для продолжительного цветения котлеи и нужно регулярно поливать она должна быть постоянно влажной вот моя котлейка тремя бутонами восковая и кстати девочки вам говорил она не пахнет она пахнет детским мылом пахнет не навязчиво ну пахнет и вот так вот она цветет красавица моя повод для съемки этого ролика была энциклия энциклия аллата ну это единственная гигантская энциклия моей коллекции вот вам снова же моя рука вот и и псевдобульба которая на всю мою ладошку и вот ее шикарные листья а дальше идет а дальше идет цветонос сеточка из пенсильвании просто напугала когда показывала эту энциклю своем ботаническом саду в америке там цветоносы достигают полутора метра слава богу моя вымахала только на 60 на цветочки очень и интересные такие экзотические цветочки сравнение с рукой руку в кадр вы всегда говорите да ну цветы не особо крупные в распустилась пока только два цветочка бутона всего 5 ну это тоже достижение вы знаете я эту энциклию купила в апреле месяце это не мое цветение не моя заслуга до время прошло и погнала стрела но и тем не менее эту бульбу вырастила не я мои бульбочки вон вон мои бульбочки молоденькие только растут вот когда они засветут или если они засветут вот это будет действительно мое цветение а пока а пока спасибо людям спасибо людям за эту красоту есть еще одна энциклия ее родственница вот она посмотрите в сравнении да намного мельче намного бульбочки здесь маленькие такие ну хорошенькие мои мои любимицы это энциклия называется вот так вот сиди сидю кому как нравится но она сродни сродни этой моей энциклии и снова ивридов на эти две энциклии ну вот у меня такие две есть еще меньших размеров я вам показывала еще покажу вот моя вандачка никак не решусь никак не решусь задать так вы знаете свободный вопрос ну может быть кто-то к может кому-то покажет самый вопрос очень смешным но для меня он совсем не смешно у меня он мучает уже на протяжении ну ни одного месяца ванду террес терезу мою я ее так назвала я добавила ей во все щели мхали снова смачиваю их опрыскиваю надежде на то что эта вандачка моя раскуклить свои корни и в зиме она пустится хотя бы в какой-то рост потому что очень страшно мне оставлять эту ванду это ванда имеющая период покоя не знаю как оставлять ее в период покоя с полу высохшими и неактивными корнями будни девочки будни не верьте никому когда кто-то вам там рассказывает как у них все шикарно какие не специалисты какие не ухи ах у каждого у каждого есть есть скелеты шкафу которые они не сильно хотят афишировать и зря а я считаю что тем нужно делиться вот и например я вам сейчас покажу да вот это камбрия гибрид купленные в магазине вообще-то это гибрид на адонтоглосу он цветет такими крупными голубыми цветочками но он стоял нижнем ярусе сверху скапывала вот так вот скапывала вода она попадала в пазухи почему я все время говорю что такие растения но такие растения нельзя опрыскивать когда вода попадает вот сюда вот в пазухе она выскапливается там начинается процесс гниения в итоге что в итоге то что я вот лишилась двух молодых ростов там есть молодняк другой стороны но знаете это тоже неприятность это все нужно удалять вопрос вопрос заключается в чем кокосовое волокно и кокосовые чипсы для наших орхидей прошу вас пожалуйста кто добавляет кокосовые чипсы или кокосовым волокном укрывает свои орхидеи вот как например моя да меня начинают мучать сомнения вот эта женщина девушка в своем видео рассказывала что кокосовое волокно кокосовые чипсы обычно собираются в странах где есть нехватка питьевой воды и все это вот обрабатывается в обычной соленой морской или океанской воде меня начинают мучить сомнения я просто смотрю на корни которые вот отходят от новых роста и доходя до кока волокна ну как мне кажется или мне так кажется или это правда но нереально начинают закупливаться вот что касается допустим башмачков вот они меня укрыты тоже поверхность укрыта кокосовым волокном но здесь что касается башмачков я воду лью вот так вот вот по краю то есть если даже есть и соли и нот вот в этом вот волокне они не опускаются внутри грунта потому что вода льется ну вот так вот я просто укрываю шейки я просто укрываю грунт чтобы не испарялась лишняя влага но вот это место у меня всегда сухое понимаете котлейки свои некоторые виды но я выращиваю смеси пеносекла с кокосовым волокном и вот такой вот крупной корой но тут есть тоже куча коковолокна но сказать что они не растут я не могу сказать но никак не могу понять как ведут себя вот молодые воздушные корни вот здесь допустим фаленопсисе ну вот он укрыт тоже кокосовым волокном но вот этому фаленопсису как бы по барабану ну он корни опускаются кокосовое волокно и нормально таки теперь думаю может быть я просто ну не мочила это кокосовое волокно их так много что я ну не сложно теперь определиться где мочила где не мочила ну поди разбери да хотя ну большинство орхидеи ну тут укрыто просто мхом сфагнумом он тоже сухой ребята ну вот он сухой я здесь не увлажняю я боюсь здесь увлажнять я очень боюсь чтобы не загнили молодые росты чтобы не загнили вот эти пазухи поэтому я всегда ну допустим орхидеи вот так вот опускаю ну наливаю вот так воды снизу влага поднялась и здесь сухо сухо ну я считаю это лучше чем если начнется гниль ну вот такая вот вот как вот на моем адантаглосуме да вот здесь вот мне придется удалить большое количество новых абсолютно новых молодых всегда бульб а вот такой вот у меня есть малыш это мини фаленопсис здесь детка вот растет видите с точки роста и корешочки при заходе в коковолокно вот видите как они усыхают вот из-за чего у меня вот все это вот вся канитель в голове и началась а может быть и правда это соли а может быть и правда кокосовое волокно нужно вымачивать ребята прошу вас родные мои дорогие ну подскажите ну расскажите но используйте вы или нет кокосовое волокно для укрытия своих орхидей и как ведут себя воздушные корни и заходят они в это кокосовое волокно или они вот так вот усыхают как мои вот видите вот шел-шел корешочек а потом взял и усох мучает меня сомнения вот котлейки которые недавно я покупала оригин и все обещала вам их пересадить на их так и не пересаживая просто вот затолкала их ну вот такой вот горшок у здесь три вместе три кокосовой скорлупы вместе с орхидеями ну вот леса допустим видите она пустая но она растет новые росты значит у нее идет переукоренение из нами как-то даже и жалко там эти гибриды на бросоволы ну разные в общем знаете ну вот это вот болезнь орхидейная но она просто я не знаю доводит уже но лично меня наверное еще не совсем больной человек потому что я это осознаю я это понимаю что ненормально это но не нормально когда такое скопление орхидеи в доме и ты не успеваешь дать им лад да ты все убежишь и покупаешь снова и новое и не знаю я уже своей группы даже не захожу я стараюсь их игнорировать минут не открывать регина и не знаю может и не тебя уже вычеркнуть своих друзей потому что она сама снова выложила новый прайс-лист там такие сногсшибательные котлеи ну вот от всего могу отказаться от котлей нет там такие сногсшибательные котлеи которые мне снова нужно нужно мне я не знаю ну что вот делать это трихоглотис я вам показываю видите как морщинятся листья я уже привязала его к блоку на блок навязала кучу мха лесного мха я уже купаю его и лью воду везде почем не попадя и в пазухе везде будет жить значит жить нет значит он погибнет но другого выхода у меня просто-напросто нет вот так проходят выходные у дырочку вархаманов и на многие люди не понимают абсолютно не понимают нас и сама другая сама себе не понимаю и не знаю вся жизнь я чувствую что я превращаюсь раба своих орхидей и как остановиться ну я просто не знаю наверно надо просто закрыться в доме вычеркнуть всех из своих друзей заняться своей семьей но как заняться посмотрите афилу дендробиум афилу от которого цветение даже и не ждала на голых бульбах консулита ну взял и выдал цветоносы ну вот как понять эти растения ну кто-то говорит цветет весной а мой вот с дуру решил осенью свести там непонятно живет или умирает вирусный мини-марк мне тоже его жалко выбросить ну как я его выброшу ребята но я не знаю руками поднимается эпидендрумы котлеи всех и их люблю там целогина там дендробиум а ванилька то моя ванилька я все время забываю вам ее показать но моя ванилька но это просто чудо я знаю что на цвести не будет домашних условиях но она у меня умница она у меня так баснословно растет а там в углу такая вот традисканция заморская традисканция прикрыта замиокулькасом а вдруг у меня появится деньги долларовое дерево моего нужно нужно держать доме в общем в общем ребятки как-то так кто-то судит кто-то посмеется кто-то узнает себя в моем лице ну как говорится каждый выбирает для себя что-то что нравится что близко к сердцу что мы любим вот так вот мы и живем добра вам друзья мои добра счастья благополучия а самое главное никогда не берите на себя смелость кого-то судить потому что неизвестно где вы упадете и как больно ударитесь вы до новых встреч друзья люблю вас всех и целую ваша марина и канал архидушки и мы пока я жду ваши комментарии девочки милые кокосовые чипсы и кокосовое волокно больная тема прошу вас пожалуйста поделитесь своим опытом пока милые кокосовое волокно больно